Привет, друзья! Вы на канале Денису Микрофона. Сегодня с вами обсудим еще одно интервью бывшего монаха Киево-Печерской лавры Украинской Православной Церкви Авраамия. Михаил Латыш, он как всегда в ударе, раздает интервью налево и направо. Похоже, ему неплохо живется, будучи, как мне кажется, сотрудником заповедника. Вероятно, у него сейчас очень много свободного времени, ведь быть наместником якобы лавры, состоящей из одного человека его самого, ну уж точно не затратное какое-то такое мероприятие. О себе-то он всегда сможет позаботиться. И вот издание Телеграф, сетевое издание, решило записать с ним интервью с кричащим буквально заголовком, мол, УПЦМП стали патриотами, когда план врага провалился, наместник лавры о паше Мерседесе, в кавычках, ждунах в рясах и мягкое СБУ. Ну и, конечно же, я не смог пройти мимо. Мне стало интересно, что же наговорил беглый бывший монах, что же Михаил Латыш на этот раз решил вынести, так сказать, во свет, чем он решил мотивировать свои преступные действия по занятию того же 70-го корпуса лавры, резиденции нашего блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Ануфрия, ну и, в общем-то, все остальное, чему он оправдывает свое предательство, как он пытается заманить к себе других монахов, ну и многое-многое другое. Ну и здесь такой подзаголовок, который дает издание Телеграф, возможно, это делает не сам Михаил Латыш, это делают сотрудники данного СМИ, они пишут, УПЦ МП решили усидеть на двух стульях. Ну, конечно же, нужно использовать клише, они не готовы использовать официальное название религиозной организации, официальное название Украинской Православной Церкви УПЦ, конечно же, им хочется набросить для того, чтобы сыграть на псевдопатриотических чувствах своих зрителей. Цель этого интервью напомнит, что весной 2024 года исполняется год с того момента, как СУПЦ официально расторгнут договор на пользование помещениями Киево-Печерской лавры, и, мол, хозяйственный суд столицы подтвердил, что расторжение договора аренды произошло законным способом. Как мы знаем, во время военного положения никакие договоры аренды не имеют права расторгаться, они должны по соглашению продлеваться дальше и быть растутнуты могут быть только по окончанию военного положения. Но никого это не беспокоит, мы понимаем, что жена от Цезаря, она вне подозрений, ну и, конечно же, какое тут решение мог принимать хозяйственный суд. Хотя нужно отметить, что по территории Нижней Лавры все еще идут суды, и, слава богу, какая-то надежда есть. Ее, к сожалению, немного, но мы все же надеемся, что справедливость может восторжествовать. Также пишется, что ПЦУ даже основала в Лавре свой монастырь, но, несмотря на это, представители Московского Патриархата, пишет издание «Телеграф», до сих пор находятся в стенах святыни и почти ежедневно совершают богослужения. Нужно отметить, что представители религиозной структуры ПЦУ совершают малолюдные свои мероприятия исключительно по воскресеньям и праздничным дням. На них первое время свозили массовку со всей страны, возможно, даже финансово вознаграждали людей, но люди сами не готовы ходить на службы религиозной структуры ПЦУ. Тогда же, когда верующие Украинской Православной Церкви всегда наполняют храмы, в которые могут попасть. Но сейчас вход к святыням верующим Украинской Православной Церкви закрыт. Туда могут попасть либо монахи, находящиеся на территории Лавры, и мы понимаем, что Лавру они покинуть не могут, потому что назад их просто-напросто не впустят. И мы знаем, что в нескольких корпусах до сих пор вот уже несколько месяцев заперты люди. Люди, которые постоянно находятся там, чтобы предупредить захват этих помещений представителями безбожного заповедника. Но что же говорит Михаил Латыш? Верхняя Лавра, Успенский собор, здесь каждое воскресенье и по праздникам проходят богослужения Православной Церкви Украины. То есть Верхняя Лавра полностью освобождена от русского мира, от представителей Московского Патриархата. Но достаточно смело ставить знак равенства между Московским Патриархатом, как он видит Украинскую Православную Церковь и Русским миром, конечно же здесь Михаил Латыш пытается солгать. Он пытается, так сказать, вот выдать желаемое за действительное. На самом деле Украинская Православная Церковь это церковь своего народа. Ну и конечно же эту церковь уж точно нельзя обвинить в тех грехах, которые пытается приписать Михаил Латыш. Но в то же время, ну как еще играть на этих псевдопатриотических чувствах? Ну как еще обвинить в том, чего не существует? Верхняя Лавра, как он говорит, освобождена от русского мира, от представителей Московского Патриархата, а с Нижней Лаврой проблемы. Иски представителей Московского Патриархата лежат в суде, и пока продолжается этот процесс, конечно вопрос висит в воздухе. То есть человек считает, что решение вопроса в правовом поле, как должно быть в правовом государстве, это проблема. Ну а как же должно быть? Просто-напросто, как они это делают, выгонять монахов, выбрасывать их за шкирку, то, что мы видели с вами в том же Кременце, когда монахинь выгоняли, когда эти молодчики рылись в их кельях, в их каких-то пакетиках. Ну разве это нормально? Разве так должно происходить все в правовом государстве, в том, которое себя так называет? Ну конечно же нет. И важно это показывать. Важно доносить это всему миру. И потому прошу вас поддержать канал Денису Микрофона, добрым словом, молитвенно, финансово, и все ссылки находятся в описании под видео. Михаил Латыш пишет, что нам предоставлен в пользование 70-й корпус, бывшая резиденция митрополитов Киевского и Московского Патриархата. Это до сих пор резиденция, хоть и захваченная, это резиденция нашего блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украина Ануфрия. И можно сказать, говорит Михаил Латыш, что в этом корпусе развивается, начинается монашеская жизнь ПЦУ. Есть положительные результаты, несмотря на большое давление и сопротивление представителей МП. Но как мы знаем, там был один Михаил Латыш, там остался один Михаил Латыш. Странно, что интервью выходит 29 января, оно опубликовано на сайте, и там ни слова об их невероятном детище, в воскресной школе, куда мы не знаем, что за дети, как они могут туда попадать. Мы знаем, что один из киевских автомагнатов ее спонсирует. Как минимум, спонсировал установку туда парты, два букета для Сергея Петровича Думенко. Мы это обсуждали в одном из недавних блогов. Представитель СМИ, простите, сложно назвать его журналистом, задает вопрос, а что с монахами? Как монахи? Какова ситуация с их переходом в ПЦУ? Вы должны понимать, говорит Михаил Латыш, что монахи находятся под давлением. Монахи это люди, которые в свое время отреклись от мира. Очень часто монаху, знающему только путь к храму и келье, сложно принимать важные жизненные решения. Тем более, если еще со стороны раздаются проклятия за то, что он перейдет в ПЦУ. Поэтому монахи боятся и не делают этих шагов. То есть он не оставляет монахам право на свое какое-то решение. Он не оставляет монахам право на какой-то выбор. Он считает, что их запугали. Он считает, что они не в состоянии принимать никакие-то решения. Они приняли самое сложное и самое важное в своей жизни решение. Они стали монахами. Они стали частью Божьего Царства. Они стали теми, кто отрекся от всего мира для того, чтобы посвятить свою жизнь молитве, чтобы посвятить свою жизнь уходу за мощами святых. Но Михаил Латыш видит в них очень недалеких людей, хотя он сам проходил через этот путь до того момента, пока он не покинул монашество и не перешел в религиозную структуру ПЦУ, по сути став в глазах церкви абсолютно светским человеком. А если не бояться, то есть такое слово приспособленцы, то есть видим как все сложится, если победит православная церковь Украины, тогда нам некуда деваться, мы присоединимся, если нет, то так и скажем, что мы никуда не переходили. Но как же страшно, что он говорит такие слова, как же страшно, что этот человек не оставляет им права выбора, как же страшно, что ему кажется, что они просто сидят и наблюдают такие себе духовные ждуны, хотя на самом деле не так. И они давным-давно определились остаться в лоне Украинской Православной Церкви. И они претерпевают гонения, они претерпевают невероятное давление, они претерпевают невероятные унижения, которых Украина не видела уже сто лет с того момента безбожных действий еще во времена большевиков. Но Неджа Михаилу Латышу хочется набросить, ему хочется показать, что он особенный, его религиозная структура особенная. Ведь сейчас они поддерживаются властью, ведь сейчас они поддерживаются какими-то структурами, в то же время, когда Украинская Православная Церковь подвергается жесточайшим гонениям. Кстати, здесь же в этом интервью он оспаривает эти гонения и говорит, ну посмотрите, но их же не выводят куда-то на ресталище, их же не выводят на арену с гладиаторами, их же не выводят и не режут там, так сказать, почти в прямом эфире. Но мы видим, что это, к сожалению, происходит, и нападают и с оружием, и приходят люди с оружием в эти храмы, и вытаскивают за волосы епископов, и избивают людей, избивают женщин, избивают мужчин. И, к сожалению, это происходит, происходит каждый день нашей жизни, мы все это фиксируем, я и многие другие люди. И помните, что каждый из нас сегодня это голод церкви. Важно доносить эту правду, важно доносить то, что на самом деле происходит здесь. Не нужно ничего приукрашать, не нужно ничего говорить того, чего не было. Достаточно просто констатировать факты, страшные факты, страшных гонений, происходящих в 21 веке. Поддержите канал Денису Микрофона, подпишитесь на канал, поделитесь ссылками на это видео. И до скорой встречи. Денису Микрофона